привет сегодня я расскажу как я создавала трехпалые перчатки для своего динозаврика дело в том что я уже вырезала на тот момент основу из поролона и уже даже вырезала детали для подклада и только потом подумала почему бы не снять об этом фильм поэтому на видео у меня уже есть готовые выкройки для поролоновой части и выкройки для подклада ничего особо сложного я просто вырезала по форме поролоновые детали и сделала в них углубление под ладони подклад я сшила стандартным образом сложив ткань пополам и по контуру который у меня был на выкройке сейчас я выкладываю заготовку для подклада внутрь поролоновой детали дело в том что поролоновые детали внутри имеют специальное углубление вырезанное чтобы ладонь моя объемная там удобно помещалась я просто туда положу этот сшитый подклад и в критических точках приклею его внутри поролонового изделия то есть на кончиках пальцев между пальцами выкройку из скотча армированного я делаю тоже по классической схеме я обмотала руку полиэтиленом и обернула его скотчем на скотче я нарисовала рисунок и сделала подписи как будет выглядеть моя будущая трехпалая лапка я надеюсь что не будут симметричные и буду использовать одну выкройку для обоих лапок я вырезала детали из меха который называется на эль текст нерпа это очень коротковорстный мех с выраженной направленностью и важно соблюдать направление ворса потому что на таком коротком мехе будет видно что у вас что-то идет не в ту сторону будьте внимательны я вырезаю подушечки из флиса таким же методом каким делается и зубы шипы подклад я складываю материал два раза обвожу на нём нужную деталь и на швейной машинке прошиваю здесь на видео я уже пришила подушечки на свои места и мне не понравилось что они слишком выпуклые поэтому внутри поролоновой части я тоже вырезала небольшие углубления для таких подушечек потому что мне кажется что подушечки динозавров не должны быть слишком выпуклыми и мех очень коротковорстные не съедает этот объем а я хочу более плоскую ладонь поэтому эти углубления вырезаны и для пальцев и для самих подушечек сшивая все детали я также заполняю место внутри пальчиков синтепуха синтепуха надо набивать немного потому что ваша рука туда будет тоже должна удобно помещаться синтепух набивается между подкладом и мехом они внутрь там где у вас будут пальцы сами поэтому сделайте это до того как сошьете подклад и сам мех или пришьете манжетку такие вот пухлые пальчики мне в принципе нравится этот коротковорстный мех потому что я представляла что динозавровые лапы они не должны быть слишком пушистые но у него есть определенный недостаток когда этот мех сшивается изнутри петельным швом внешней стороны будет заметны нитки они не будут скрыть никаким ворсом к сожалению этого никак не избежать даже если вы сошьете это на швейной машинке все равно с внешней стороны этой швы будет видно поэтому я нашла решение она очень трудоемкая и я не рекомендую такой способ для новичков не рекомендую такой способ если вы делаете срочный заказ я буду сшивать уже с внешней стороны по тайным швом каждый вот этот вот палец заново технически это двойная работа сначала вы сшиваете все изнутри потому что так удобнее а потом вы сшиваете по тайным швом снаружи потому что так будет эстетически красивее выглядеть шов все равно будет заметен но он станет более плавным не будет заметно откровенно блестящих ниток и можно будет попытаться замаскировать его за часа но в целом намного симпатичней когда еще раз я прошлась по тайным швом по внешней стороне также я прихватила по тайным швом еще подушечки потому что по краям тоже были заметны нитки хотя я уже давно этим занимаюсь я умею сшивать мелким швом все равно мне не нравилось какой эстетический эффект создается это когти когти тоже надо будет пришивать и набивать синтепухом здесь я уже это сделала синтепух очень плотно набит в эти когти когти надежно пришиты тоже потайным швом вообще все эти перчатки почти целиком сшиты потайным швом хотя это не очень удобный шов но он позволяет создать красивый эффект когда глаза не бросаются острые линии швов осталось почистить пришить манжетки манжетки у меня уже готовы но в данном видео я не пришила их потому что у меня есть другие приоритетные проекты на данный момент к моменту продажи этого костюма все будет точно сделано на одной перчатке присутствует такой залом замятина даже на коротком ворсе это создает заметный эффект и я исправляю его пара отпаривателем или как называется отпаривателем мой отпариватель очень большой вы можете купить намного дешевле и меньше для того чтобы удалять заломы на изделии и вообще я рекомендую удалять их еще на этапе вырезания нужной вам детали изделия у меня же так получилось что я могу это сделать и сейчас вот заметно как разгладилась эта вмятинка и уже чисто для себя чтобы удовлетворить свой перфекционизм я полностью их проглажу заодно это поможет легче удалить шерсть нитки пушинки все что прилипло и при этом не пострадают ни швы ни клей ничего вы можете смело пользоваться отпаривателем даже на небольших температурах мех вполне удачно разглаживается а а а а сейчас я примериваю эти фурчатки чтобы посмотреть как это выглядит вместе с головой фурсьюта подходит ли по оттенку вот этот вот белый молочный цвет и как сгибаются пальчики смогу ли что-то делать этими руками когтями лапами нет я ничего не могу ими сделать они удобные но не практичные а а а а а а а а здесь вы можете посмотреть как эти фурчатки будут смотреться также и с фуртапками это еще не итоговое видео всего изделия конечно будут рукава пушистые обязательно будет хвост будут еще небольшие доработки но в целом цветовой гамме и в пропорциональном виде это почти готовый вариант еще раз повторюсь я не рекомендую использовать них нерпу для изготовления фурчаток она хорошо подходит для создания обводки вокруг глаз она хорошо может подойти для небольших каких-то коротковорсных деталей но этот опыт я просто почти полтора месяца делала эти перчатки это было очень муторно спасибо вам за просмотр надеюсь это видео будет полезно создавайте творите удивляйте у у у у у у у у у Продолжение следует...